Мы сегодня обедали. У нас за столом был такой разговор. В субботу разрешается растительное масло. А кто эти котлетки из гречки делал? Надежда Васильевна. Я так и понял. Обжаривал растительным маслом. Обжаривал растительное масло? Конечно. А ты видел? Ну а как она? Нет, давай подожди. Я не видел, но я... Ну ладно, скажу так. Я думаю, что она их обжарила. Давай так, ты думаешь. А нельзя сейчас животного просядить? Другого порядка не знаешь. Сейчас она придет и мы ее спросим. Если она не жарила... Не, ну она же обжарила на масле. Еще раз говорю сейчас. Она придет и ты, может, она тебя будет лгать или что? Нет, она скажет как ей. Человеку 82 года, и она будет лгать. Но она скажет, я не жарила. Я знаю, что на масле жарить не все. И все? Да, покаяние. Ловко-то отделался. Во-первых, сказал неправду. Всякая неправда есть грех. Слышал это? Да. А кто это сказал? В Писании написано. Ну где? Ну я понял, что не на счетчике электрического. Не щупайс написал это. Где тут? Да нет этого. Всякая неправда есть грех. Кто это сказал? Иван Богослов. А зачем ты это делаешь? Говоришь неправду. Ну я подразумеваю. Иван лжец, и отец лжея таков говорится. Дьявол. Дьявол. И неправду сказал он, значит, по крайней мере, не дьявол целиком. Он на бисенок залез уже, губами шевелит. Зачем тебе это нужно? То есть завтрак был хороший. Она там что-то еще какие-то, что-то какой-то мини-грет или что-то делала. Я не разобрался даже. И в конце Володя дает нам кусочек халвы. Куда он его делал? Где? Убрал уже. И показать его. Пряник убрал. Лежал не только. Стал говорить, но на время его убрал. Вот. 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 Посмотри, кусочек где. Я раньше, не позже. Все. А то твой, твой. Ты что сказал на это? Я говорю, все съели. И ты все-то оставляешь что-то куда-то. Зачем? Почему ты здесь ел? Потому что изжога у меня бывает. А чего? Ну то, что я... Запиваю. Когда ты ничего не говоришь вот. Почему? То, что я вот, когда сладкое ем с этим, ну с компотом там или с чем, с чаем рить. Короче, когда, после вот того, как поели основную еду, я начинаю запивать тогда. Ну, как правило, вот с такими... Со сладостями. И у меня, ну изжога. И ты это точно знаешь, что от этого лежу? Конечно. Еще нет. Я проверял. Еще она как влияет на твое здоровье или как? Это уже... Это очень... Это... Как сказать? Это ненормальное явление. Это уже не здоровье. Даже если мы болеем где-то, это ненормально. Лучшая пора, труд и болезнь. Лучшая, когда мы не болеем до семидесяти лет. Ты не считал это? Но самому-то нельзя себе болезнь-то делать своими руками. Еще раз говорю. Лучшая пора, говорит, труд и болезнь. Ну и как ты с сжогой борешься? Просто... Не запиваю водой, стараюсь вообще не пить. Ну ты не запивай? А съел бы я и не запивал, чтобы не оставлять. За тебя отдельно все время убирают, а после этого где он тут положить? В смысле, так это я забираю с собой. А в карман? Ну да, в пакетик. С каждого обеда ходят с пакетиком где-то. Ну что ты дуришь-то? Вот у нас акокеоричка запрещается в лагере, я ни ребенок этого не делал. То есть тебе нужно где-то... Ну твоя бывшая жена, она видимо узнала это. Она видит такие причудовые. Скажут, а что ж такое? Это все время будет выкопнущиваться. Там есть жога, то другое. А как с жогой бороться? Вдруг она... Не надо... Я считаю так... Ну... Медики очень весьма авторитетные говорят, что не нужно размывать желудочный сок свой водой во время еды. Что вы кстати делаете? Это... Это... Вот от этого у вас и изжога. У меня нет и изжоги. Вы говорите, у меня постоянно изжога. Я... Постоянно нет. Я говорю, бывает иногда, но я нашел способ как избавиться. Ничего не меняю. Обыкновенные сухари. Два сухаря. Медленно-медленно. Прожевать, проглотить и больше еще не надо. Не запивая. Все оно поглощает. Никогда не души соды. Это будет требовать нового и наконец ложками будешь глотать. Сода питьевая. Вот об этом мы начали с тобой сейчас говорить. Ты уперся никак. Нет, мы тебя избавляем от изжоги. Пряники, халу больше получать не будешь. Ты сразу согласился. Ай, не надо. То есть... Неуступчив какой характер-то. Сегодня у тебя так. Вот у меня было здесь. Это я... Поел там кислый каких-то яблок или чего-то. Я чувствую поджигать. Никаких. Ничего. Это ничего не значит. Это... Организм говорит, что тебе это не надо. Поэтому более пресное должно быть. Кислятина это излишки. А ты делаешь выводы такие. А зачем же ты берешь тогда? А когда ты ее есть будешь? Сейчас. Попозже. А ты понимаешь, что у тебя во всем абсолютно вот какие-то такие выходки, которые необъяснимые. И ты никого не притушишься. Это не в монастыре не делается. Ни в армии, ни в тюрьме. Ни в лагере. Нигде этого нету. Чтобы человек потом еще где-то... Тебя больше давать никто не будет. Значит, ты сегодня пришел. А тебе дальше, наобрат, бежать. Дальше не надо. Я уже знаю, что за этим идет. Тебя ущемили. А ущемил-то ты сам себя. А я стал говорить, говорю, бывает у человека иногда якота. Человек. И опять. Как? Я прочитал в одном месте. Испытал. Правильно говорят. Нужно два человека. Ты икающий. И другой берет обыкновенной воды. А ты должен вот так уйти назад сделать. И наклоняться, чтобы только не упасть. Чем ниже, тем лучше. А он тебе дает пить. И ты запиваешь. Все. Это проглощенный пузырь воздуха. Который не может выйти. Ты его заглушил и все. Нету. Я нашел другой способ. Одному, чтобы никого никто не давал. Опять. Не отрыжка, а именно икания. Икота. На палу. Затаить дыхание. Еще маленько дернется. А я держу. Смотрите, что получится. Все. Все кончилось. Почему? Воздух, который из кислорода, он перерабатывается. Я его заморил. Все. Уничтожил этот пузырь. Вообще ничего не надо. Вот вы прыгаете там. Без всякой тяжести. Вот у вас половина времени, чтобы опуститься на дно. Вам надо с собой какую-то тяжесть брать. Как у водолазов на ногах. А этот тоннерял, где больше 30 секунд нет. За нами непросто. А люди... Да вы на суше бы испытали его. Сколько он может перенести. Понимаешь? Вы никак это не хотите понять. Я обращаюсь к своему опыту. Я учусь в школе. Там седьмой класс. Уже совсем взрослый. И в это время нахожу книжку, где говорится о том, как быть сильным. Как поднимать мешки большие. Как его прокидывать, потом коленом поддать. Я все это на практике все время применял. Из книжек. Научался. Вот я в чем говорю. Скажешь, да, буду только говорить о себе. Ты еще не можешь рассказать. Поэтому завидуйте, когда я говорю. Почему? На этой же земле живем. У меня братья. Пять братьев. Кто-нибудь делал это? Ни один не делал. Дерево у меня были тяжести только для меня. Никто не прикоснется ни разу. Нигде. Вся деревня. Ко мне ребята сходили с деревом. У меня там повязаны шесты. Без помощи ног. Какая высота? До макушки добирайся. Ветла. У меня крепкие ветви такие есть. И шерсть. Осиновый. Чтобы пошел вниз. Завоза тебе не попала. Вот. Надо все время прислушиваться. Как у тебя организм на это дело идет. Иногда не надо поесть специально. За два часа до сна прекратить есть. Профессор Витебский из Кургана это все описал. И у него так. Он сразу принимает больных желудком, кишечником. Его поддержала ассистентка. А теперь по всему миру это знает. За два часа. А я не могу. Мне надо поесть. Так. Это в другом месте будете. В нашей клинике в этом делать не будете. Все. Так. Будетесь? Ну мне приносят. Я потом в кармане имею. Я потом пряник. Это все пройдено. Все. До свидания. Так. Сестра. Выпишите его. Да я не. Так. Выписать сказал. Сейчас же. Вас еще из милиции вытаскивать надо. До свидания. Профессор Витебский. Запомни. А то Елизарова знает. А этого не знают. Я это все вычитал из журналов. Из журналов. Из фотографий. Из сестра. Которая помогала. А теперь во всем мире применяют это. И он это объяснил. Когда человек ложится. Там клапаны в желудке. Которые. Они в обратное направление. Начинается изжога. Я говорю. Чего лечить буду. Когда ты прожигаешь сам себя. Ты над собой не работаешь. Изжога это плохо. У нас это запрещается. Чтобы с собой что-то брать. Носить и отдельно жевать. Это вредно. Организм вырабатывает особые соки. Для переработки. В определенное время. Это Иван Петрович Павлов доказал. Очень хорошо. И стал лаурятом Нобелевской премии. Не надо пока. Уже подвели итог. Один раз и долго оставался за столом. Не успевает. Я сказал что он не успел съесть. Компот не давать. Все что не вписывается. Это отрезать. Чтобы он именно на том промежутке. Где все было. Что ты этого время съел. Дети съели. А ты один сидишь. Все. Ты вошел в норму. Ты даже не замещаешь. Мало в норму. Ты стал даже опережать нас. Руки сложить и сидеть. Ну кое-что не ез. Тебе полезно это? Вот такие ограничения. Я знал людей. Близких мне. У которых была изжога. И они решили ее травить. Именно содой питьевой. Потом уже они прямо столовую ложку. Луставую ложку. Полную в рот брали. Все кончилось. Их нету. Я всем говорю. На масле растителем жарить нельзя. Современное растительное масло. Термической обработке не поддается. Эта болезнь будет очень опасная. Рак кишечника и раджелудка. Раджелудка. И у меня какие были бабушки, которые жарили и не послушали. Все умерли от рака. От этого. Человек на свадь сосет. Рак щеки. Рак. Трубку курит. Рак губы. Курит. Просто курит. Рак легких. Это. Я беру данные. Министерство здравоохранения. Какое? Есть такой журнал. Здоровье мира. Там со всего мира как берется. И это. И все данные о табаке. Я все это взял. Книги для Слова Божьего нету. Слова наверху. Кто-то ее убрал и положил сверху. Хотя она должна лежать и стоять там. Убери эту сверху. А то ты не положил ее? Нет. Как нет? Ну серьезно. Ты не давал считать ее. Ну я туда ее не ложил. Ну ладно. Не ложил. Положи Сергею. Поставь ее туда. Ну ты все попадешься на этом. Все. Ладно. Отойдет. Завтра никто ее не берет кроме тебя. Ты брал считал. Я больше не брал. Никто не брал. Она всего четверо. Ну туда я ее точно не ложил. Я бы положил вот на меня. Ну не было. Ты Сергей брал книгу? Читал эту отдельно? Ну если только она где-то вот лежала. Там лежала. Мог сюда вынести. Вот так. Ты оставил и еще хуже сделал. Не об этом дело. Значит нужно приобретать опыт, который уже человечество нажило. То, что вот это ты делаешь, это неправильно. И рассуждения наши всегда должны основываться на опыте, который был. В народе есть пословица. Велосипед зачем изобретать? Он уже изобретен. Меня спрашивают. А как вы вот обходитесь такой маленькой пенсией? Я отвечаю. Я совсем к ней не прикасаюсь. Десятину плащу в январе за год вперед. У меня определенная цена известна. Так, все рассчитал. Теперь я свободен. А дальше, а дальше уже что-то где-то находится. И Господь это знает. Мне это очень нравится. Я ни на одежду, ни на обувь, ни на нижнее белье, я нигде ничего не трачу. Вообще не трачу. А почему? Обхожусь. Свободно. У меня все рукавички, брюки, рубашки. Вот она. Надежда Васильевна Расов. Протерлась рука. Вот она. Позавчера пришила здесь. И в церковь хожу в этом. А летом босиком совершенно. Хожу по городу. Иду в краевое администрацию, в краевую прокуратуру. Захожу босиком. Они меня видят. Никаких претензий. Нет такого закона, что нельзя ходить босиком. А вечером, подходя до дома, к колонке подошел, блоги выбыл как следует. А дома уже тогда ополосну, они уже чистые. Ну, сколько там прошел? Нет. Но... Я так и не понял. Вот вы 7 тысяч получаете в январе. Да. Вы сколько? 6 тысяч отдаете. Да? Да. Вот. За год вперед. Да, за год вперед всегда. А тысяча остается. Так. Так вы же говорите, что вы ежемесячно 90 процентов отдаете. Я тоже отдавал, когда работал. Ты чего не понимаешь? А чего я буду отдавать с пенсии-то? Там еще ее нету. То есть вы с пенсии 10 процентов только? Да. Так положено. Десятина. Как он пошел на пенсию, я сразу... А где я буду брать-то? Написано, а заработка твоего? А я думал, вы... Я думал, вы... Я думал, не надо так понятно, что я не работаю. И раз я не работаю, у меня прибыли ниоткуда нету. И поэтому мне нечего платить. Совершенно нечего. Но я еще должен жить. И Бог устраивает мою жизнь так, что из-за электричества оплачено. И кем не знаю. Мне нужен компьютер. Я прихожу с занятием в университете. Пурга. Я его добираюсь до дому. С университета иду. Стоит... Большая коробка на крыце. Я думаю, прикасаться, не прикасаться. Знаю много недругов. Я ее сорву с места. Она рванет и все. Стоит до утра. Утром нет ничего. У нее засыпало снегом. Я тогда беру ее... Смотрю там большой монитор. Вот который у меня есть. Для меня это большой. Проходит время, приходит модератор. Закройте глаза. А зачем? Ну... Программист. Начальник даже какой-то организации. Я знаю, вы не послушали на меня. Когда я говорю, вы меня ремонтируете. У меня всегда нет. Обещайте, что будете слушаться. Я говорю, в пределах разумного, которое по писанию-то. А он именно к этому. Закрой глаза. Я открыл глаза. Новый компьютер, процессор поставил. Я узнал, сколько стоит. Все-таки сунул ему в карман. Прихожу, а в кармане мои деньги уже лежат. Он подослал жену и жена это сделала. Я не просил. Я отказываюсь. Я бегу за ним. Бесполезное дело. Заходит. Глушков он торгует. Молоко покупает. Сливки перегоняет. Сливки везет в Сургу. Далеко где-то. Когда уезжаем, он больше всех давал сливок. Больше всех. Ну, я пополам делал с ураганом. С собакой. И вот он придет и это делает Игорь Барабаш. Ну, вот у меня такой. Ну, возьмите. Да нет, у меня не на что брать. Вот они сидят за столом. До этого было кто? Володя, Никита. Они покупают. Я не покупаю. За одним столом сидим. Я то и другое ем. Но я не прикоснулся. Я не платил деньги. Ну, ешьте, возьмите. Мой принцип такой. Этот оставил. Мне уже мысль приходит, что они специально пакеты надрывают. Вот он у меня надорванный такой, чтобы порченый. Я его догнал и все равно ему деньги засунул в карман. Ты этим живешь. Это твоя валюта. Мне не надо это. Я могу. У меня есть на что купить. За всю дорогу, 120 тысяч километров. Мои соратники двое. Шофер дальноборщик и Виктор Николаевич. Они покупали рыбу. Покупали мороженое. И они, если варили уху, я уже не ел. Оставался без еды. Почему? Мне привезти людей надо до дому. Они на свои средства. У меня другое. Только за одну поездку на горющее затратили 440 тысяч. Ты бы сейчас за один день вышел из плена. Всего только 300 должен. А это в течении месяца 440. Машина, танк. Газель. Два ведущих. Она везде проходит, дед. Ты понял? А теперь, когда я пошел на пенсию, я нигде не работаю. Ну и не работаю. Мне нужды никакой нет работать. Я другим занят. Духовным. Девять лет у меня ушло на 38 томов книг. Вышло. Поэтому у меня ничего нету. Десятину я обязан платить. Это пенсионер, не пенсионер. Это не имеет значения. И батюшка живет намного лучше меня. И у него дом. И сравни, где я живу. Еще сравнивать где-то. И когда он мне скажет, да ладно, ты так уже у тебя ничего нету. Он никогда не скажет. Он спокойно берет. В общем, это мое благословение. И это дело каждому. Я не знаю, завтра будут деньги или не будут. Поэтому я уже откладываю. К январю у меня, чтобы накопилось отдать и самому прожить. А у него вещи как оласта. Матушка работает. Она с институтом сотрудничает. Там, где у нее заработки. Она в город везет. У меня нигде ни копейки нету. Ни у жены, ни у меня. И мы живем не хуже. И здоровье не хуже. Почему? Благословение Божие. За десятину святую. И Бог знает, что я для него положил все. Сделал бы больше, ничего нету. А вы начинаете над чем-то, как-то... Я вчера с одной девушкой беседую. Очень хорошая. Звать я Анастасия. А была Ревка. Ревека. И она говорит, как она обратилась к Богу. Через мои там ролики. Наши беседы по скайпу. Закончила она в университет. Там институт, где училась. И теперь она там где-то в зал инженера. Или что-то по какой-то. И сразу в аспирантуру поступила. Вот ты видишь, она выступает часто где-то. Подкидывает такие материалы. А мне один человек и говорит. Юноша. Не был никогда женатый. А почему она не приехала? А почему не приехала сюда? Я бы в Потеряевке ее встретил. А я возьми да ей напиши. А она мне вчера ответила. А почему он вас об этом спрашивал? Я же ему ответил. А я этого не знал. И я этого юноша не один раз уже встречал. И он как бы ждал ее. Она хороша собой. Умница. Каких больше может и не встречу. И она мне что ответила. Я знаю, что он не женился или я был. Но у него своя жизнь была. Я еще до конца ее не понял. Она дальше пишет. Я положила завет с Богом. Выйти только за девственника. А у него была своя жизнь. Это означает что? На пути встретился и Пупков Сергей. Или Каринников. И она за них замуж уже не пойдет. Порченые ваши стержни. И плода нужного не принесут. Правильно. Абсолютно справедливо. Он промолчал. Что тебя прорывает? Я рад за Анастасию. Представь себе как она отвечает. Я ей написал умница. Точка. И дальше говорю из 7 главы 1. Каринтина. Кто не выходит замуж. Она говорит. Да мой избранник должен быть девственником. Как я. Понимаете? Чтобы девушка разговаривала так. Я первый раз за всю жизнь слышу. Впервые. Вот видишь как. Дает мне Господь это услышать. Услышать и порадоваться до слез. Что такие люди встречаются. Они у меня в друзьях. Я пришла из-за чего? Я услышала ваше объяснение. Или эголическое. Ковчега и жертвенника. Когда я беседовал. Что ковчег это Матерь Божия. И поэтому заглянувшие в ковчег жители Бессомиса. Не порадовались. Бог убил 50 тысяч и 70. А за что убил то? Они ничего не трогали. Не плевали. Не рубили. И жертвенник. Меня это привлекло к православию. Понимаешь? Она по всей вероятности. Еврейка. Из мессианских евреев. Это вчера только было. Я сегодня частично так намек сделал. Вот какие люди мне встречаются. А тебе она написать этого не может. И ты это написать не можешь. И даже в одном чате, как называют. Не люблю это слово. В одном содружестве мы работаем. И можно не напишет, хотя он ведет. Она почувствовала, какая близость у нас в родстве. В жизни. И она мне такие вопросы задает. Которых никто не задает. Понятно? То есть я нахожусь в деревне. А меня Бог все время поддерживает радостью, что есть такие люди. Вот беседует Лев Николаевич с одним юношем. Прогуливается. И вдруг юноша встречается. Встретился я, гляжу, открытое русское лицо. Русоволосый парень там. Метр, может, девяносто. Я его поговорил. Почему? Он говорит, меня рекрутирует. Я в армию иду. Но я говорю, ты меня простись, я тебя спрошу из личной жизни. Ну да. Скажи, а ты женщин не познал? А тот говорит, нет. Вот. Лев Толстой дальше пишет. Я стал, говорит. Стар и слаб глазами. Я сразу прослезился. Я встретил такого юношу. И тогда уже это была нечистоплотность. Лев Толстой боролся за это. А когда говорит о женщина, я говорю, ну в этой области я был неутомимый. О себе сам пишет. Но когда дошло, что в этом все заключается. Страшнее этого греха нет. Любой грех человек не вне плоти, а этот грех против собственной плоти. И вам, Левяка, там на своих Анастасии и другие-то, когда вы сами говорите, кобель без хвостый. Кого ты можешь научить? Вот вчера у меня такой разговор был. И у нас очень близкие, если можно сказать, интимные отношения. Интимные – это не половые какие-то сексуальные, как говорят, а близкие. У меня самые интимные отношения с Богом. Я молюсь, никто не знает. Открываю такие желания перед Богом, перед которыми многие попятятся. Я вот спрошу сейчас. Найдите мне человека, который платил бы деньги, раздавал, зарабатывал, чтобы рухнул Советский режим. Советский Союз. Не развалился, а именно режим коммунистов. И вернулся Александр Александрович Солженицын на родину. Я десятилетие буквально молился об этом. Молился. Делал печень, не брал, по рублю бабушка раздавала около церкви. И всех просил их. Молитесь, чтобы вернулся Александр. Она не знала, о ком речь. Просто найдите. Как отец Кирилл Сахаров говорит, Игнатия готовится на рабочий стол положить, то есть на операционный. А он просит хирурга делать без обезболивания. Я хочу пострадать, как мой Христос. Вы найдите мне такого человека. Почему? То есть это разнообразие. Операционный стол. Кого спрашивают, ты хоть раз хотел, чтобы делать, но он не согласился. Говорит, от меня это не зависит и от вас не зависит. Я буду резать. Вы будете терпеть. Да, я понял, кто вы. Вы христиане? Да, я говорю. А он еврей. Доктор медицинских наук. Яков Нахманы Шойхет. Заместитель губернатора Алтайского края. По программе Семипалатинского полигона. То есть это человек с большой буквы. Еврей. Представь себе. А я молюсь. Поднял руки, молюсь. А он стоит. Рядом с ним ассистентка. И она говорит. Яков Нахмана. Наума еще его зовут. Яков Нахмана Шойхет. Сколько же можно? Шшш. Стой. А я молюсь. Перед написанным столом. А у них руки уже надеты в перчатках. Вымытые. Он поднял руки, как будто со мной молятся. Они так руки поднимают. Хирурги. А я ей сказал. Матрена. Спокойно. Я помолился. Опустил ребенка. Он говорит. Помолились? Да. Ну ложитесь. Вот каких я людей встречал в жизни. И когда мне делали операцию позвоночник. Он мне сказал. Я постараюсь. Если возможно будет, обратитесь. Там платин. Вот. Дорогие, дорогие такие. В позвоночник вставляются диски. Он приезжал сюда в лагерь и снял с нас осаду. В 98-м году 15 краевых комиссий нас душили. И еще не сделали. Мы остались живы. И тогда послала краевая администрация его на машинах. Тут. Главный идеолог коммуниста Петренко Владимир Сергеевич. Тут много их было. И осаду сняли. Я как-то сказал. Если на евреях будет гонение, а ко мне отношение русских то очень хорошее. Через мой труд так и к евреям они прикоснутся. А вы жидам проклятым продали душу свою. Ничего я не продавал. У меня крестник еврей. Отец Наум Израилевич. Родители там. В моем доме он обратился, стал православным. И когда говорит, как приятно, как говорит, отец мой. Он говорит, это не акцент, а интонация. И мне говорят, что-то давно его нет. Он вчера на меня вышел. То есть сегодня ночью вышел опять. Он много задает вопросов. Я говорю, не надо. Вот он говорит, вот такой ролик надо составить. Такой. Больше вот таких надо там. Покаянные. Я в него заезжал. Какая у него паста. Я могу это рассказать? И он, отец мой. Он в доме моем знал православие. Он пошел на многие разрыг. Какие его дети евреи поехали в Израиль. Говорят, их не запустили. Из-за того, что он там о масонах и везде со мной участвовал в насчитывании пленки. Торговля у него есть в храме? В торговле? Да. Сейчас я не знаю. У него храм строился. Ну вот вы были когда у него. Ну и у него когда были, я в это время не видел ничего. Я в алтаре был. Он сразу у меня в алтарь. И сразу люди меня представляли. Перевозчицы. Я видел. А одна вторая видел. Ну вот. Я не видел торговли. Может она и есть, а может и нету. Но построил сразу купель в храме. Ну и я бы сделал глубже ее. Не такая глубокая. Бабушек он двух крестил. Вот мы что сегодня с чего начали? С того, что не ищи своего. Вот это и соответствие себя. С себя. Я вот конкретно скажу. Вот у меня к Надежне Васильевне скажу, у нее три столика. Не один, а три. И все заставлены. Все. Ты у меня зайдешь и на столе ничего нету. Она не допила, оставила, прикрыла. Другой я пила, опять прикрыла. Кусочек надкусила, не съела, как ты. Положила, потом съем. Не признаю этого. Зачем это откладывать на завтра, что можно съесть сегодня? Съел, все чисто, все замел, я никому не должен. К этому вернись. Если ты сознаешься, что ты не прав, тебе вернется и пряните и все. Я не наставил на этом. Ну, этого больше не будет. Оставлять ты не будешь. Спрашивать тебя не будет. Решай. А с собой что брать нельзя? Нельзя. Категорически нельзя. Потому что твой желудок работает неправильно. Когда ты все время живешь. Александр Тихонович, вот давайте. Вот у вас вырабатывается определенное количество желудочного сока на переваривание пищи. А зачем вы его разбавляете-то жидкостью? С чем? Ну вот тем же компотом. Зачем вы его, консистенцию соком разбавляете? Зачем? Сколько человеку нужно выпить жидкости? Вот в жаркую погоду, тем более я работаю не как ты. Я с утра как промокаю, все промокло. Я раза три в день переодеваюсь, сушу. Ну, два литра, не меньше. А? Два литра, наверное, надо. Два литра, посчитай. А сколько надо? Пять. Пять литров. Вот. Пять литров, чтобы не сгустилась кровь. Ну, не во время еды же. Не во время еды. Отдельно пейте. Не во время еды. А я вам говорю. А как раз сверху этой дожопа дается третий. Третий всегда чай, кофе, вода. Это неправильно, Игнатих. Так. Это навязали вот эти как раз завдепия вот это. Система. Система. Конечно. Кушайте. Все сразу винегрет делайте. Тут у вас будет все гнить там и все не перевариваться. Понятно. Да, вот так. Понятно. То есть ты в этом уверен. Все остальные неправду говорят. Неумывакин есть такой профессор. Неумывакин. Он космонавтов вел в Советском Союзе. Вот он, это говорю, очень авторитетный человек. А ты слышал, что единой нужно выпивать стакан воды холодной? За сколько? За сколько прямо? Нет, это неправильно. Ну вот, видишь. Абсолютно. За 20 минут до еды самое то. Я занялся за стол в столовой, когда работал в МВД. Вот это. И мне всегда уже эти знали, поставили воду. Я никогда не болел. А ты слышал, что носом можно пить? Нет. Вы единственное, все военные обязаны холодной воды через нос три глотка сделать. И никогда не Ангеля ни у кого нет. А, просто воды простой? Да, простой воды. Ну они и практикуют это. Они промывают. Да. Но это, они промывают. Да. Я это услышал. Один раз услышал. Мне этого хватило. Я услышал, что сахар это дорожка к инфарту посыпана белым порошком. Однако вы его употребляете во весь рост. А? Вы его употребляете во весь рост сахаром. Где? Покажи. Как где? Варенье. Варенье где? Ну ты на колбан с сахаром. Варенье когда было на столу? Пряники. Обожди. Ты пошел с... Варенье где? Ну мы же готовим варенье, вы же будете его есть. Ну, где оно ты видел на столе? Сколько время ты... Хоть раз было на столе варенье? Ну пока что нет. Нет. А когда было, я всегда варенье, я никогда не брал. Значит уже отпадает. Сказал? Хорошо, пряники... Так, пряники обожди. В компоте сахар Володя. Почему вы торопишься сказать? Компот, пряники, это другое. По-определё... На столе никогда сахару нету. Когда я просчитал варенье, 60 лет уже никогда сахару у меня не появляется как соль. Соль, которая нормально посоленная, это в 4 раза больше нормы. Я поэтому не пересолить. Сахара у меня на столе нету. А то дай пряники, не будь лицемерным. Не будь. Тут очень просто, все в норме и все хорошо, когда оно в норме. Это все хорошо. А почему нельзя? Мёд можно... Мёд чистый. А это готовится с известью. Вот проезжаем мимо сахарного завода, там целые бурты извести. Отрабатывают его из стекла. Я не знаю, сам процесс не был. Можно зарядить и посмотреть, каким образом. Так что напрасно это. Вот полный рост у вас сахар. Я его в глаза не вижу. А тут переваренная, пережаренная, там в какой-то разведенном виде какой-то процент. В аварии делают компот. А там чуть-чуть сладенькое там. Только чтобы было видно, что сладенькое. То есть мизерное и мизерное. На ведро. Ложка. Что ты тут придумаешь? Полный рост сахар. Нет этого, дорогой. Наше тело храм. И храм надо беречь. Я узнал это вредно. Все. Вот сколько? 56-57 лет я мясо не ем вообще никак. А если на мясо вареное? На мясо суп съем, а мяса там нету. Не надо быть лицемерным. Берут булочки. А на чем они готовленные? Вот у православных есть. А там нет ли маргарина, нет ли масла, то другое. Зачем исследовать то, что продается на торгу? Ешь я без всякого исследования. Ну не так, что я взял пирожки с мясом, а я не буду исследовать. Съем в пост. Вот это вот. Чем подмазывали они эти? А я ничего там не беру на... Где такое есть? Обыкновенный хлеб. А большей частью-то за все лето у нас, ну может, несколько кирпичей завезли. Остальное сами готовят. Все. И кто со мной знаком, никакой уксусной эссенции в соление не добавляют. Я в руки возьму. Помидоры когда делают, чтобы не закисало, там какая-то эссенция добавляется, уксусная кислота там или что-то. Никогда. В рот не возьму. Скажите про газировку, вот про Пока-Колу, Пепси-Колу. Скажите. Показано. В интернете есть такой ролик. Большие такие тележки. И парень на деле решил. Идет везде. Все. Все какие только есть. Большой там супермаркет. Все. И все оттуда заплатил и пошел в лабораторию. Все сто процентов едовитые. И на его соли никогда этого не бывает. Я не пью это. Вот у нас я пойду, тут болящие есть. У них банок из... Дочь там или взять. Кто там привозит. Банки, банки. Почему? А тут такие соли. Это поэтому засоленность. Поэтому вот начинают камни какие-то. Я живу здесь и у меня никаких камней нету. Я не знаю почему. Почему у меня нету? Может потому что я березовку пью. Она раздробляет все это дело. Но никогда. Вот это природно. Хотя бы мы в миссии нашей ехали от Владивостока до Лиссабона. И по северу, и к Скандинавию, и к Прибалтику. И везде останавливали 600 городовых сел остановок. 600. Это не два. И везде пили только сырую воду. И не заболели ни мы, ни собака. Нам люди прям криком кричали, как кофе вода течет из крана. Не пейте, не пейте. Мы не пьем. Это с другого места заводят. Только для полива огорода где-то. Мы брали, били, валили, ели и все. Каждый день везде добавляли святую воду. Повышенная энергетика, так сказали бы. А если бы воды святой не было? Осветит Господь. Всюду мой Бог. Поклонников ищет Духи истины. Я себя не обременяю ничем таким вот. А вот вы живете. Я именно как раз у великого Пахомия. Вот эта рваная, зашита рваная, не терплю. Если где-то кто-то порвал, я тоже его уголку подсовываю за шею. Я посчитал на одних брюхах двадцать семь заплат. Двадцать семь. На каждом носке до десяти. Каждая перчатка зашита. Вплоть до того, что простыни, одеяло, на которых мы сидим с заплатками. Больше тридцати лет одной рубахи. А вы с какого возраста стали вот так вот жить в заплатах? Я всегда таким был. Всегда. Никогда не любил вот это. Стрелки на вас лежу наводят. Я их терпеть не могу. Гляжу. Зачем им переламывать? В армии были. Намочат их. И под себя там под матрас положить, чтобы они отобразились. Стрелки. Откуда вы взяли? Зачем? Это неестественно. Там нет шва никакого. И там идет... Я знаю, тут приезжает у нас скорченная или своя даже немножко. А почему? Я знаю, что этим занимаются люди зря. Под общий тонус подстраиваются. А то не надо. Мне не интересует, что в мире. Я делаю то, что мне нравится. И это понимают люди высокого ранга. Я повторяю не один раз. Я попал на маленький сабантуй. Пять генералов сидят. Пять. Это мэр города. Губернатор. Все генеральские звания. Прокурор края. Краевой судья. Начальник юстиции. Генерал-лейтенант. У меня прямо с погоны есть. И они день рождения справляют. Я зашел. Они... Ох! А мы только про вас рассуждали. На каком сабантуй в государственном здании, в краевом суде. И они обо мне рассуждали. Я говорю, что? Ну, мы друг другу рассказывали о своей работе. Как бы жаловались. Устаем так. Вы самый счастливый человек, который встречался нам. Это мне Александр Стручков в шолох обед в интернете написал. И другим он распространяет. Того у меня. Он говорит, я нашел человека счастливее, которого в интернете не встречал. Меня опять называют. Я говорю, а по каким критериям вы находите? Вы делаете то, что вам нравится. Вы всегда счастливы. То есть вы живете. Вы едите то, что вам нравится. Хотя в такой еде другой бы не стал прикасаться. Жилье у вас такое. Говорят, бомжами называют вас. А мы знаем, вы не бомжи. Это все понимают. Это говорят там, лают вокруг моей колокольни. Собачат там, мощатся там, кричат. А мне то какая разница. Я всегда так жил. У нас десять в семье было детей. Пять братьев родных. Третер родных с листью. От одного отца, от одной матери. Вот и все. Я сказал, я с детства уже был избран на то, чтобы возвещать. Он о себе что думает, говорит. Там поносят. Они не знают. Слово избран, посчитай. А на ущелье говорит, грешный, грешный, супергрешный, архигрешный. Как это может любой сказать. Это никого не привлекает. Вот хвалящийся, да хвалится Господом. Что знает Господь? Игнатий, что знает. Вообще вот это цитаты никогда я не слышал. А ты знаешь, что это из Писания? Ну да. И даже скажут, а ты что, у тебя же прелесть будет и гордость. Зачем ты это делаешь? Сопрели. Сопрели. Хвалящийся, да хвалится, да хвалится. Да радуется. Доживет. Доживет этот призыв. Манифест. Что знает Господа. Знает Господа. Что Бог благословил. Павел, когда начинает, он хвалится. Говорит. Вам надлежало хвалить меня. Он говорит. Вам надлежало хвалить меня. Напрашивается, но по хвальбу. А далее. Всех апостолов говорит. Я больше всех потрудился. Мы едем в дороге, вдруг смс. Про Таири один сбрасывает. И говорит. Вот я считаю сейчас эти слова. Когда я говорю о Каринфееве Павла. Я когда бы не считал церкви, у меня перед глазами вы сразу встаете. Больше я не встречал это. Я не встречал никогда. Я более всех потрудился. Более в опасности. В дорогах. И перечисляет Павел, где от лжебратья-то. И мне это пишут неоднократно люди. Почему? Им на сердце Бог положено. Это не я сказал. Или я теперь должен их слов бояться не сказать. А с другой стороны, Игнатий Игоревич, апостол говорит, что не все делайтесь учителями. Вот вам дано вот это. А кому-то просто не дано. Не дано. Но благовествовать ты должен. Ты не учитель. Ты возвещайся. А то возвещать его. Учить, это означает находить выход из всякого положения. Учить. Есть дух знания и дух мудрости. Это разное. Знания, это я его заучил на язык. А мудрость это, знаешь как, человек знающий, умный. Он знает, как выбраться из ямы. Куда попал. А мудрость знает, как туда не попасть. Он идет по дороге, все время предполагает. А на дороге открытый колодец. Туда колесо опломилось и дальше нет. Как объехать? Разные способы придумают не попасть в эту обстановку. Ты понял разницу? Знания это я умом могу голову набить. А голову набить, говорит, голова может как земной шар быть. А сердце как песчинка. К себе ничего не применяю. Мне Бог не дало вот этого несчастья. Я что бы ни считал, я все применяю к себе. От кого бы ни услышал, что я применяю к себе. Смотрю этот оперативный псевдоним. Я готовился быть террористом. Я резал себя, спрятался, все остальное делал. Все время тренировался. Это моя биография. Еще раз говорю, это Сашка Белый, которого там застрелили. Музычка. Отец Кирилл меня его спрашивает. Говорит, а вы со всеми находите общий язык? Мне это непонятно как. А вот с ним нашли бы вы или нет язык? Я говорю, искать даже не стал бы. А почему? Потому что это я. Самим собой еще буду искать. У него три дяди в углахе, я говорю, погибли. Каким он должен быть? Поэтому он и ненавидел власть. И ненавидел. А русские еще могут похвалиться? Понял? Вот и ответ. Я вхожу в эту роль. Александр Глебович Невзоров. Наш самый большой враг сегодня в православии. А я советую создать хорошую комиссию с Щаплиным, с Кураевым. Созвониться, чтобы он принял. И чтобы в глазах высказал все наши мерзости. А мы нас сегодня поднимем. И начнем мы выхарабкиваться из-за этого. Вот мой совет такой. Кто не давал такой? Нет. У меня везде. Люди говорят, у вас не просто оригинально. Оно такого совета никто никогда не дает. Его сохраните. А вы проклинаете его. Патриарх дал указание, где он есть, нигде не участвует с ним. Это можно. А попыше его соскочили, ушли. И сразу пошли. Смотри, какая энергетика у Глебовича. Как эти черти в черных лесах выскочили все. Считал? Так и есть, Игнать. Я за Глебовича. Я разбираю 32 его ролика. Потому что он все вскрывает. Всю правду. 32 ролика его. Где он говорит неправду, где правду. 32 ролика. Я на них составил ролик. На его выступлении. Меня все время со всех сторон толкали. А вот этот ролик прокомментируйте. Я свой составляю на нем. Так вы что? Вы его хвалите? Не хвалю. Я говорю, что можно взять много у него полезного. Что он говорит и курит в это время. Это ему ни к чему было бы. И так много курит. Ты понял меня? Да. Так. Я заново повторять, как хочу сегодня составить. Какая была бабушка твоя, мы пойдем все равно вытаскивать. Сейчас мы это все сделаем полный процесс. Как рыбалка идет. Просто показать. Все. Пока.